Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня мы представляем вашему вниманию второй день премьерного спектакля по пьесе Андрея Карельна «Претерпевший же до конца потёр». Убедительная просьба выключить мобильные телефоны, дабы вы не мешали актёрам действовать на сцене, а вам – созерцать данное действие. Приятного просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звучит музыка. Там у тебя всё настижь. Вот проходил мимо. Дай, думаю, загляну. Ну то же так вперёд. Давай помогу. А чё у тебя с носом-то? Зима наступила как-то неожиданно в этом году. Правда? Всегда в декабре. Ничего. Когда на улице станет по-настоящему холодно, здесь клиентов станет больше. Гораздо больше. Не знаю. На всё воля Божья. Ну ты посмотри. Вчера расставила. Сегодня подморозила. Сосульки он по три метра с крыши свисает. Не денёк, а смерть пешехода. Да. Работы будет не в проворот. Это точно. Не, ну взять пример у меня. Подыхаю. Голова раскалывается. Тошнит. Не подохнешь. По крайней мере, до вечера. А почему до вечера? Ай. Болтаешь лишь бы что. А я сегодня утром проснулся. Чувствую, кто-то за плечом меня тормошит. Думал ты. Обнял за талию. Открываю глаза. Полицейский сучатка, а? Ты хоть помнишь, что вчера вытворял? Конечно. Ну не совсем. Вот как там очутился, совершенно не припоминаю. Не припоминаю. Скажите, пожалуйста. А чего тут припоминать? Участок рядом. Набираешь телефон. Через пять минут они уже здесь. Хоп. Хоп. Так это была ты. Извини, но ты вел себя непростительно. Что? Непростительно? Непростительно. А, да. Слышал бы это отец. Его любимая Матильда нарушает один из самых главных законов. Ты забыла, что нужно прощать, мать? А ты знаешь, сколько ты мне должен за выпивку за все эти годы? Вот если бы он узнал сумму, то тогда для меня закон звучал бы по-другому. За исключением долгов Гаспара. Ну а полицию зачем надо было вызывать? И сам бы ушел. Почему-то ты пытался захватить с собой кассовый аппарат. Да? Да. Да. Я иногда бываю импульсивный и что? Ничего. На выходе тебе подставили подножку. Вон, результат на лице. Ну, уже недолго учиться. Может, пропустишь с утра? Так и быть, угощаю. С утра. Нет. Больше ни капли. Даю слово. Уж сколько этих слов было. И не сосчитать. Ты мне не веришь? А! Мне? Не веришь? Да, если хочешь знать, я один раз не пил. Не делил. Да. Тогда были перебои с поставкой спиртного. Ну и что? Главное же силовое. Главное, что ты прошел шесть курсов лечения от пьянства и ни один не помог. Семь. Счастливое число. Но я смогу. А сделай мне кофе. С коньяком? Коньяк без кофе мы будем пить завтра, когда станет по-настоящему холодно. Завтра не будет, Гаспар. Ты меня слушать не хочешь? На, почитай. Что? Нас закрывают? Да нет. Да они что там вообще с ума посходили? Нас закрывают? За что? Человек предполагает, а Господь располагает. А что будет с нами? Хорошо, если просто выгонят на улицу. А что будет с тобой? Пойду работать в родильный дом. В роддом? В роддом? Тем? А кушеркой. Тебе не кажется, что это близко нашей профессии? Надоел этот мрак беспросветный. А я? Что будет со мной? А ты? Ты без меня собьешься и окажешься где-нибудь под забором. А потом свет, туннель, и ты примешь меня на руках в роддоме. Да не дай бог. Грех, конечно. Но для той мамочки. Лучше бы кидыш. Дура! Да нет, вы все идиоты! А кстати об идиотах. Кто надоумил тебя вызвать в полицию? Ну, допустим, Фредерик. Не, ну как ты могла? Ты же знаешь, это мой злейший враг. Гаспар, ну это был невозможен. Не, ну кидать тарелки с салатами в окно и кричать на всю улицу. Маршрут, земля, Венера, креветки на взлет. Крабом приготовиться к старту. Но ты же знаешь, какой день был вчера. Десять клиентов почти детсадовского возраста уехали паровозом. Столкновение автобуса с грузовиком – жуть! А еще сегодня! Разве мог не расслабиться? Десять порций уже, наверное, на Венере. Хорошая реклама. Заведению ничего не скажешь. Нас закрывают из-за меня. Я этого не говорила. Но подумала! Вы чистые, да? Прокурор и палач! Кто может быть чище на Белом Совете? Точнее, на его отшибе. Чьи-то шаги? Ты слышишь? Налей мне рюмочку. Ты же говорил, что не будешь. Налей рюмочку, быстренько! Сто грамм с утра, господин Искарион. Здравствуй, Матильда. Ну и погода нынче. Так и хочется залезть в теплую ванну, налить себе чашечку кофе, включить Бетховена и не вылезать до второго пришествия. Скажите, какой романтик? Фредерик, пришел факс. Знаю. А я ведь сколько раз тебе говорил, что пора ему дать расчет. Наконец-то и там узнали о выходках нашего адвоката. Ты это обо мне? Как грубо. Это после стольких-то лет совместной плодотворной работы. Димагог! Может быть и в участок не ты меня отправил? Увы, я мой друг. Таких друзей в зоологический музей. Это ты точно подметил. Вчера ты уж больно сильно напоминал животное. Да! И тебе! Человеку! Ничего не оставалось, как приказать ей вызвать полицию. Да это случилось за каких-то 20 минут до появления службы контроля. Классную картину бы они здесь увидели. Запуск крабов в космос. Внимание, ключ настав. Первый краб в космосе. Горючее в норме. Шесть кружек пива, 400 граммов виски. И вперед! К открытию новых миров и закрытию нашего кафе. Матита, сделай мне кофе. Рано или поздно это должно было случиться. Все временно, Каспар. Но ничего не может быть более постоянного, чем временно. Мы устарели. Кто устарел? Я устарел! И ладно, я во всем виноват. Ладно, факс выслал я. Это значит шутка? Никаких шуток. Я выполнял приказ. И что все это значит? Ничего. Откроют новое место. Что толку от этой дыры на границе? Да мало ли таких забегалов по всему свету. Ну, в конце концов, сделают ремонт. Все имеет свой конец. А как же наша работа? А индивидуальный подход? А опыт работы с людьми? Ну, не каждый может со всем этим вот так просто расстаться, а? Гаспар, до заведения уже тысячу лет. Ну, должно же на его месте появиться что-то новое. Новое? На месте хорошо разрушенного старого? Ох, что-то мне плохо. Завтра же в клинику лягу на обследование. Лучше в гроб. Причем дугообразной формы. Горбатого все равно могила не исправит. Ты всегда был хорошим товарищем. Коллегой, так сказать. Спасибо тебе. И до свидания. Я устала, Гаспар. Через час ты вернешься и скажешь, что на улице дождь, а ты забыл зон. А я действительно его забыл. Он находится там же, где и всегда. Неужели это никогда не закончится? Закончится. Обязательно закончится. Я думаю, в полночь. В ноль часов пятнадцать минут. Отправиться в последний поезд и можно закрываться. Господи, великие мудры твои решения. Да, ты парень успешный. Тебе все лучше. А я? Что будет со мной, когда я приду к открытию сюда? Когда болит душа, меня все время тянет сюда. Гаспер, ну сколько тебе можно говорить? Неужели ты не понимаешь, что я хочу тебе сказать? Закрывается ведь не только наше кафе, а все в этом мире закрывается. Ты хочешь сказать, что потом не будет ничего? А помнишь, что было сказано? Ибо увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля исчезли, и моря больше нет. Все, всему конец. Армагеддон. Кстати, меня забирают к ним за хорошую работу. Тебя, мать, и мне разрешили взять с собой. Так что собирайся. А он? А он не нужен. Кстати, решение исходило не от меня. От кого? От него. Кому нужны спившиеся сумасшедшие адвокаты? Гаспар. Гаспар, ну я не знаю. Весь день выпивка за мой счет. Это что? Это как? Это мне любимая женщина говорить или кто? Слушай, ну хватит эту женскую истерику. У тебя еще работают целый день, у тебя клиенты. Клиенты? Хорошо. Из-за чего, ты говоришь? Они устроили тут конец света, а? Вот. Последнее сообщение от него. Зайка, волнуюсь, позвони. Последнее. Предательница. И по причине беззакония во многих охладеет любовь. Дальше. Претерпевший же до конца спасется. Читай дальше. Дальше ничего? Там точка. Так, что мы имеем? Все, приговор. Я тут был в библиотеке. Вот. Читайте. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребрелюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Теперь понимаете? Кажется. Да. Нет, я все равно ничего не понимаю, объясните мне. Да во многих охладеет любовь, это же ясно. Ну, претерпевший же до конца спасется. Да ты пойми, что механизм самоуничтожения, который работал тысячелетий, уже запущен. Люди стали злыми, они больше не способны любить. Какая им любовь? Им бы, им бы пастука хорошего, да плеть. Люди, это крупный рогатый скот, который потерял мозги в кормушке со жратвой. Фредерик, как ты можешь? Ну, ведь мы и сами же когда-то были людьми. И что? И что теперь вспоминать, что я когда-то был человеком? Ну, не удалось мне родиться свиньей, простите. Да поймите вы, что раньше здесь было кафе, в котором молодые люди благословляли молодых дам, отказавших им благосклонности на то, чтобы они любили друг друга. Понимаешь? Здесь страдали и любили, ждали и не дожидались. А если и дожидались, то опять страдали. А потом здесь превратилось все в обыкновенный санпропускник. Чистилище закусочное перед отправкой на тот свет. Лучшее чистилище в этом регионе. Лучшее. Лучшее. Только грязи стало столько, что любви в этом мраке ему не найти. Может что-то, что-то все-таки можно сделать? Когда? Времени осталось до двенадцати ночи. А потом? Потом. А потом ты превратишься в крысу. Я в свинью, а Гаспар сам в себя. Ты хочешь сказать, что за эти несчастные двенадцать часов в мире не найдется такого человека, способного доказать, что может любить? В мире такого человека не найдется. Я предлагаю полез. Я его отвергаю. Почему? Да потому что ты мне должен сто сорок восемь тысяч бутылок виски, старый алкоголик. Хорошо. Давай округлим. Будет сто сорок восемь тысяч и одна бутылка. Хорошо. Ты хочешь спасти себя. Я-то тут при чем? И потом на это нужно его благословение. Может быть все-таки найдется такой человек? А ты много за свою жизнь процессов выиграл, а? У меня появился стимул. А ты что, думаешь он изменит свое решение ради одного человека? Да. Я думал он изменит свое решение. Двести лет назад именно так все и произошло. Да ты, да ты кретин. Я протестую. Вы посмотрите на него. Он уже примеряет на себя роль адвоката. Да твою мантию тысяча лет назад съели крысу. Мальчики, мальчики. Нет. Не ссорьтесь. Мы должны ему позвонить. Его скорее всего нет на месте. На мобильный. А у нас нет выхода на международнюю связь. Фред, ну давай позвоним с твоего мобильного. А у меня нет денег на счете. А вы что? Вы как? Вы не даете мне ни малейшего шанса? Фред, ну мы же с тобой... Ну мы же с тобой выпивали вместе, Фред! Ну и зачем ты это вспомнил? Ну вспомни, Фред, сколько лет мы выпивали вот за этим столиком. А теперь ты не даешь мне позвонить ему? Ну хорошо. Нас здесь трое. Если мать тебе разрешит, я дам тебе телефон. Но лично мне это надоело. Что? Возьми, тебе надоело! Это изо дня в день. Что? Из года в год! Что там дальше? Света вверх. Из долбанного века! Долбанный век! Проважать людишек с этого света в тот! Матерь, и этому человеку ты будешь готовить кофе? Матерь, ну вспомни тот вечер, когда ты первый раз пришла к нам на склад, а потом появился я и мы. Фред, дай ему телефон, и пусть он в него замолчит. Держи. Только, как говорят в семье, не без урода. Номер какой? А поднеси трубку ко рту и скажи, господи, это я твой кретин. Господи, это я твой кретин. Я серьезно? 989 870 756 640 328 211 11 00 А покороче, ему номер нельзя было придумать? А это только код. Ты что, издеваешься надо мной, а? Да! Сэр? Каспар, сэр? Что я собираюсь делать? Готовлю встречи клиентов, последних клиентов. Сэр? А почему? Ну, у нас возникли разногласия. Нет, не с Фредериком, нет. Нет, не с Матильдой. С кем еще? С вами, сэр. Я, в принципе, совсем согласен. Но, сэр, у меня есть предложение. Может быть, вы выслушаете? Что? У меня ровно минута. Я хотел сказать вам, сэр, что очень вас люблю. Ну, у меня характер такой плохой. Я все время пью. Работа такая. У вас тоже не подарок. Простите. В смысле, извините. Сэр, я хотел бы вас попросить. Может быть, вы дадите им еще один шанс? Ведь не все же они плохие, эти люди. Вы сами говорили, что в самом плохом человеке есть что-то хорошее. В самом плохом. В общем, сэр, если в последней партии клиентов мы отыщем человека, способного любить, то, может быть, вы тогда измените свое решение? Что? Алло! Как плохо слышно? Алло! Что? Что он сказал? Да не молчи ты, идиот! Он не промолчал. Молчание – знак согласия. Господи, великие мудры твои решения. Ну что ж, сыграем в игру. Итак, кто у нас под номером один? Только не эти два любителя фруктов. А ты предлагаешь что-то другое? Стучат? Или мне показалось? Нет, тебе не показалось. Ревность! Ревность! Я так испугалась, и мне показалось, что ты не справишься с управлением, когда из-за поворота прилетел этот кретин. А ты столько закрыл от глаза? И вот. И вот. Ничего страшного в этом нет. Ты же знаешь, я родился в машине, в ней я и умру. Господь с тобой, о чем ты говоришь? Ты же нужен мне живым, как никто на свете. Только при этом условии. Я устала от твоих злых шуток. Я же люблю тебя. Знаешь, сегодня два месяца, как мы с тобой вместе. Я хочу подарить тебе вот это. Какая прелесть. Мне раньше никто не дарил золото. Я рад, что тебе понравилось, правда. Ты лучше в ней. Спасибо. Может, тогда ты согласишься выйти за меня? Ага. Может быть, и соглашусь. Если ты не дашь умереть мне с голодом. Понял. 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 Девушка. 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 Здравствуйте, милая девушка. Я астролог. А хотите, я погадаю вам по руке? Знаете, я не верю во все эти глупости. Но если я хорошенько попрошу своего молодого человека, то он... То он затрет меня в порошок. Нет, 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 нет. Не оставит от меня мокрого места. Это... Нет. Заставит на коленях вымаливать прощение. Нет, я хотела сказать, что он купит вам пиво или на что вы там хотели стрясти с нас денег. У вас доброе сердце. Неужели я похож на человека, который хочет выпить? Давайте вашу руку. Мне нужен хозяин этого заведения. Я хозяин. Полчаса ждем, пока подойдет ваша официантка. Да что вы, девушка ушла только пять минут тому назад. Скатерти на ваших столах грязные? Да. А по-моему, на наших столах вообще нет скатерти. Что? С ума сошли? Нет. Вот и ваша девушка, ваша спутница, она частая наша гостья, она может это подтвердить. Да что вы такое говорите? Нас чуть не сбил грузовик на семнадцатом километре отсюда. И мы заехали сюда к вам снять стресс. Ну, допустим, стресс вы сняли еще утром бокалом пива, иначе не несли бы такую чушь, не ругали бы нашу девушку, и были бы внимательнее на дорогах. А откуда вы? От вас пахнет спиртным. Я и еще два-три человека видели, как вы управляли машиной напротив полицейский участок. Вы что, хотите лишиться водительского удостоверения? Я просто хотел сказать, что... О, вот этот тон мне нравится гораздо больше. Так что же вы хотели сказать? Бог говорит, да вы ошибаетесь. Мы никогда не были в этом заведении. Мы даже не сразу нашли, где тут у вас можно присесть. А у моей девушки, между прочим, профессиональная память. Она художник. У меня тоже. Хоть я и не бог, как вы меня назвали, но эта девушка бывает у нас здесь чуть ли не каждый день. Да вы ошибаетесь. Мы живем за 300 миль отсюда. Ну, естественно. Не будешь, да? Она изменяет своему жениху прямо у него под носом. Послушайте, любезнейший. Да? А не боитесь ли вы, что я расквашу вашу физиономию в вашем же заведении? Нет. Вы забыли напротив полицейский участок. О! А у вас, кажется, старенькая Шкода. Не такая уж и старенькая. И вообще вы производите впечатление студента третьего курса, который только месяц назад сел за руку. Второго курса. Подарок маме. Две недели. Да. Вот ваша миленькая спутница, она, конечно, не красавица, но в ней есть такая простота, которая очень нравится мужчинам. Состоятельным мужчинам. Уж не хотите ли вы сказать, что моя невеста потаскуха? Ну что вы. Ну я не хотел этого говорить. Я вообще не то хотел сказать. Да послушай. Как вы жалки. Я хочу вам помочь. Вы поймите, что ни одна женщина в мире не способна полюбить мужчину, который готов заплатить две-три тысячи за кофе в нашем кафе. Две-три. Я тут недавно видел её с мужчиной, который только за один ужин заплатил пятьдесят тысяч. Между прочим, я сегодня подарил ей золотое кольцо. Оно стоит? Копейки. По сравнению с тем, что могут дать ей другие. Другие? Вы что, хотите сказать, что она была здесь не с одним мужчиной? Нет, ну что вы. Я не могу так сказать. Я же всё-таки джентльмен. Конечно. Такая разве с одним будет встречаться? Минимум трое. Нет, ну не за один вечер, конечно. Так. За три. А зачем же она со мной? Говорила мне мама, что она с хитрецой в глазах. А вы знаете, беременность, контрацептивы сейчас ненадёжные. Ну и понятно, что ни один ухажёр не собирался на ней жениться. Ну вот она и нашла. Вот оно что. Да нет, это не может быть. Вы всё врёте. Ой. Чушь. Оглянуться не может. Чтобы посмотреть, как его благоверное, ему рога наставляет. Линия жизни у вас странная. Мне кажется, что ваша судьба решается прямо сейчас. Вы знаете, моя судьба в данный момент в трёх метрах от нас покупает мне кофе с булочкой. И в этой судьбе я ничего не собираюсь менять. У вас доброе сердце, Карин. Вы уже говорили. Дай Бог, чтоб жизнь и судьба наносили ему как можно меньше рана. Марк, знаешь, этот человек предсказывает судьбу по руке. Да? А по-моему, он слишком много себе позволяет. Что ты тут делаешь? Марк, что с тобой? Марк! Всё нормально, Карина. Не надо беспокоиться. А вам, молодой человек, я скажу, берегите этого ангела. Молодой человек волнуется. Машина набирает обороты. Ещё не всё потеряно, господин прокурор. Какая муха тебя укусила? Это же просто чудак, который не сделал нам ничего плохого. Да. А по-моему, он тебе сделал слишком много хороших. Когда ты был в баре, он просто предложил погадать по руке и всё. Конечно. Карина, мне кажется, нам пора серьёзно поговорить. Да, любимый, ты хотел сделать мне какое-то предложение. Внимание! Поворот через полтора километра. Он нервничает. У них всё получится. Она ангел. Ну, мы же выставили её чёртом. Ты с кем-то встречалась до меня? Какое это сейчас имеет значение? Он был богаче. Какое это? Отвечай, когда я тебя спрашиваю. Да. Почему вы расстались? Я встретила тебя и поняла, что ты намного лучше, любимее, роднее. Ты ждёшь ребёнка, не так? Ты знаешь, откуда? Я хотела, чтобы это был сюрприз. Внимание! Поворот через 150 метров. Господи, помоги им! Сюрприз? Да неужели ты думаешь, что я такой олень, чтобы поверить тебе, что этот ребёнок отменял? Марк, блин! Всё, олень. Мы не так. Мы другим тянули. Столкновение произошло в 8 часов 15 минут. Девушка умерла на месте. Молодой человек почти добрался до больницы. Да. Что там у них в путеводном листе-то было? Как ли мазохист Гаспи? Неужели непонятно? Убийство на почве ревности, напор со стороны жениха? Они были обречены. Я так радуюсь, когда с этими несчастными это происходит вот так, безболезненно. Нет, ну зачем человеку мучиться от какого-то рака или саркомы, когда он совершает такое? Гораздо проще грузовик. Вот именно. Я бы уже давным-давно поставил памятник этому железному чудовищу из стекла и бетона фары и написал бы Грузовик. Раз! И нет убийцы. И нет жертвы. Да. Вы проиграли первый раунд, господин адвокат. Хотя я искренне верил, что вы выиграете. Я протестую. Я так и думал. Мы должны дать им еще один шанс. Он перенервничал. Мы должны дать ему еще один шанс. Ну и откуда мне их доставать? Ну не знаю, но достаньте. Такая девушка и на месте. Множественные переломы шейных позвонков и ребер грудной клетки. И все в результате столкновения с бампером грузовика. Какая прелесть. В следующий раз пристегиваться будет. В следующий раз? Да в следующий раз может наступить через тысячи лет. А может вообще не наступить. У них в обратном направлении очередь, как в России при социализме. Ну так что мне теперь делать? Или мы даем им еще один шанс. Или я звоню ему и говорю, что это ты все подстроил. Да хоть 200 шансов. Они все равно не изменятся. Они будут обижать друг друга и ревновать. Обижаться и давать повод для ревности. Они будут друг другу клясться, что они ненавидят. И вместе с тем желать друг другу смерти. А потом, рыдая от некротической любви, они будут страдать. Увидев своего возлюбленного-возлюбленного на полке в морге. И это люди. А потом, обещая друг другу, что они покончат жизнь самоубийством, будут неловко резать себе вены. При этом позвонив 911. Не доедать достаточного количества таблеток, чтобы умереть. Прыгать со второго безопасного этажа. И это тоже люди. Ты хочешь ему позвонить? Хочешь обвинить меня во всех смертных? А это не я. Это он. И он понял, что это неудача. Он решил положить этому конец. А я посажу тебя в последний вагон последнего польза сегодня вечером. И отправлю. У них нет любви. Ты что-то сказал, родной? Свадьба! Пока не начали, я хотел бы тебя спросить. Валяй! Откуда ты все про них знаешь? Что все? Ну, то, что ты говорил в монологе 10 строк назад. А-а-а! Значит, все-таки слушал. А ты как сам думаешь, Гаспи? Я думаю, что разница между нами состоит в одной маленькой детали. Какой? В той, Фред, что ты все время анализируешь их поступки и пытаешься найти этому логическое объяснение. А ты? А ты не пытаешься? А я их просто люблю. Нюанс в том, Гаспи, что они не любят ни тебя, ни его, ни себя. Поэтому им не выжить. Ты же сам говорил, это люди. Они любят только то, что теряют. Гаспи, они не любят. Они сожалеют как о потерянной пуговице, так и друг о друге. И ради своей тупой гордыни они готовы предать любовь и даже убить друг друга. Докажи. Гордыня! 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 Ты проиграешь. Посмотрим! Господи, прими мою благодарность. Всего лишь две недели назад эти молодые люди могли оказаться в лучшем мире. Я вся дрожу от мысли, что могла произойти эта авария. Но вот сейчас они вместе, они счастливы. И вместе с ними счастливы все мы. Да, молодые хоть куда. Хотя ты знаешь, в наше время было по-другому. Ну и как же было в наше время? Ну не знаю, как ваше. В каменном веке, наверное, было все-таки по-другому. А вот в наше время-то было. Да вы опять напились, папа. Какой я вам, папа? Почему опять? Я вас вижу в первый раз. Ну да, ну да. Так вот, так вот. Я хочу пожелать нашим молодым... Недушно. Ох, это уморок. Господин Громс, вы здесь? Право, право вам. Не следовало бы. Но меня пригласили. Кто? Карина, разумеется. Что? Вот, кто вы такой? Я музыкальный продюсер Бронкс. Слышали, наверное, группы Аквамарин, Белый Негр, Черный Саксофон. Какой Негр? Белый Негр! Ого, это да! А вы знаете, я как-то был на его концерте с моей, к счастью, тогда уже покойной женой. И вы знаете, я немножко перебрал. Но когда услышал это дерьмо, вы знаете, мне стало легче. Гораздо легче. Ясно. Каким образом вы с Кариной знакомы? О, ну мы с Кариной знакомы уже полгода. Врача вызывали? Рано еще. Так вот, я анализировал аудиторию в одном из залов, а Карина со своей подругой стояла на балконе. Мы увидели друг друга, наши глаза встретились, и я понял, что это мое. Ваше? Да. Ах, вот как. Ну и что же было дальше? А дальше? А дальше, молодой человек, я ее поцеловал. И знаете, что самое удивительное? Я ведь поцеловал ее... Врача вызывали? Мужчина, не мешайте. Я поцеловал ее не в губы, не в щечку и даже не в носик. Я поцеловал ее в лобик. И от этого моего поцелуя она та же, как и сейчас сказала, ох, и упала с балкона в портер. От того, что она упала, у нее начались головные боли, головокружение, и ее стали мучить кошмары, одним из которых являетесь вы, Марк. Она не говорила мне, что вас что-то связывало. Что-то связывает? Это кое-что нас связывает и сейчас. Зачем же она тогда со мной? Ведь я люблю ее. Но кто дал ей право так изгаляться над моими чувствами? Конечно. Я бедный студент. Езжу на подержанной машине. У вас-то, наверное, вон... А невесте-то, по-моему, плохо. Да, у меня Chevrolet, ручной сборки. Хорошая машина. И сколько тянет? Ну, чуть нажмешь на педаль, и 180 выдает. Мне совсем плохо. Я всегда был заядлым автогонщиком. Я это видел. Ну, ничего. Я вот тоже стану успешным. Только закончу университет. И на кого вы учитесь? На поэта. Аминь. А это... Невеста, по-моему, того. Доктора! Ну, доктор, наконец-то! Сколько можно вас ждать? Доктор, что с ней? Ну, опухоль мозга. Не мозга, а сплошная опухоль. Ну так сделайте же что-нибудь. Обманоки раньше были? Да, да. Это все он, злой депр. Доктор, вы же светила. Вы же можете же что-нибудь сделать. Нет, я все отдам. Выход один. Ей нужна пересадка костного мозга. Нужна или операция в Лос-Анджелесе, которая стоит 200 тысяч долларов. Либо отдать свой костный мозг. Хорошо, я заплачу. А почему это? Ну, потому что у меня есть деньги. А не потому ли, что она беременна от вас? Да она беременна от вас! Одним мной не исчерпывается мужское население Земли. Я нашел у нее в компьютере файл. Он начинался словами моему любимому. И был адресован некоему Бронксу. Вошла она, я не успел его дочитать. Но она изменяла мне, я убежден. Вот подонок, а? Она же сейчас помрет. У вас ровно минута. Время принятия решения. Сколько я смогу прожить без костного мозга? Ну, я думаю, год сможете протянуть. Боже, всего лишь год? Как? Ну, на арабах системы жизнеобеспечения. Ну, зато она будет жить, и она родит вам ребенка. Домой ли это ребенок? Боже, осел. Хорошо, я вам помогу. Понимаете, я импотент. Меня люкнула лошадь. Мы теряем ее. На 200. Есть на 200 контакт. Разряд. Нет, не на веке. Приготовиться на 250. Господи. Через месяц выходит мой сборник стихов. Неужели я никогда его не увижу? А мой отец? Ведь сопьется с горя. Он не переживет это. Я не могу отдать ей свой костный мозг. Марк, ну у вас нет ни мужества, ни денег. Ну, позвольте, я заплачу. Вы? Да вы и так словно червь между нами. Кто же мне благодетель? Есть на 250 контакт. Разряд. Еще, ну еще, еще есть маленький шанс. Марк, она же любит тебя. Спаси же ее. Да жить мы продолжим как. Молча. Приготовиться на 400 вольт, мы же сожжем ее. На 450 она не заводится. Ну, лишай же быстрее. На 450 ребенка мы все равно потеряли. Есть контакт. Разряд смерть. А ведь что-то в этой мелодии есть. Мелодия прямой линии, как будто взрыв где-то далеко и при всем при этом где-то рядом. О да, мы ее опять потеряли. Их. Ну да, их. Это люди. Это гордыня. Да, гордыня. А в чем мораль, господин прокурор? Мораль? А мораль в том, что если любишь, засунь свою гордыню куда-нибудь подальше и возьми деньги от ненавистного тебе человека. Вот и вся мораль. А ребенок был от кого? Да какая теперь разница? Ну теперь точно. Влюбленность не мешает и не должна мешать видеть поэту жестокую сторону женской природы. О, а тебе его еще защищать. Мы не должны его осуждать. Мы не должны никого осуждать. Действительно, а то влетишь еще, как вчера. Может позвоним ему и скажем, что он прав? Давай. Звони. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните под видео. Ну вот как всегда. Господи. Забери меня. Господи. Забери меня. Господи, забери меня. Вот так всегда. Скажи что-нибудь. Ты же папа. Кажется, это свое воспитание. Ты же мама. Так ты бросил его, когда он был чуть ли не в пеленках. Что я одна могла сделать? Он стал алкоголиком по твоей вине. Целыми днями. Конючит одно и то же. А вчера я заглянула в ванну, а его рвет кровью. Зайте мне рюмочку, пожалуйста. Сынок, ну я же так верил в тебя. Ты же был подающим надеждой поэтам, а сейчас тебя даже в службу занятости не берут. Я хочу не помнить его, а вчера он смешал снотворное и спиртное. А потом всю ночь кричал. А потом всю ночь кричал. Да. Он впал в уныние. Да, уныние один из семи самых страшных грехов. Подумай только. Наш сын грешен. Он так переживает смерть своей Карины. Просто ужас. Я даже боюсь с ним находиться в одной комнате. На нем сказались чьи-то нездоровые гены. А у меня кроме тебя не было. Ни Ген, ни Васей, ни Коль. Урод весь в тебя. А его, между прочим, а его, между прочим, номинировали на премию антибукера. Он превратился в заблудыбу. Сынок. Сынок, скажи, что тебя беспокоит, а? Дайте мне рюмочку, пожалуйста. Вот опять. А мне так стыдно за него. Сынок, а может все-таки покушать, а? Послушай, Матиль, да выйдет из роли мамочки этой. Предупреждай хоть. Хотя он сейчас в таком состоянии, что все равно ничего не поймет. Да. Рюмочку мне кто-нибудь даст или нет? Я хочу не помнить, но слух. Ну пойди возьми там в шкафу. Так что ты там говорила по поводу уныния? Уныния? Уныния. Уныния происходит тогда, когда человек не может простить других и принять свои собственные ошибки. Если человек прощает всех и самого себя и принимает случившееся как волю Господа, он обретает покой. С ума может сойти. А тебе тоже необходимо обрести покой. Прощение! Прости меня! И ты меня! А ей за что? А разве не помнишь? А что должен? Отчего ж? Хорошо. Я прощаю тебя за то, что ты изменяла мне с соседом с третьего этажа. А я прощаю тебя за то, что ты проигрывал деньги в казино. А я прощаю тебя за то, что ты прятала ключ, когда я хотел сыграть в партию. А я прощаю тебя за то, что ты таскался к проституткам. А я прощаю тебя за то, что ты спала с Гаспием. А я прощаю тебя за то, что ты угробил наше кафе своими доносами. А я прощаю тебя! Прощаю! Кажется, простили. Слушай, а мне почему-то не стало легче. Гордыня тебе твоя мешает. Простил, наверное, неискренне. А, сынок, сынок, почитай нам что-нибудь, а? Да, сыночек, почитай. А может, лучшая победа над временем и тяготением пройти, чтобы не оставить тень? Пройти, чтобы не оставить следа. Да. А я ведь всегда говорил нашему адвокату, что самая главная проблема человечества это наличие самого человечества. Гордыня и ревность окончательно убили в нем любовь к его невесте. А может, поищем кого-нибудь другого? Еще не вечер? Еще не вечер. Уже ночь. Мне холодно. Давай отец ему. Нет, нет, что ты. Меня же может передеть матка. Он такой ревнивый. Он не уйдет. А где он? Он не пошел меня провожать? Он не пошел. Нужно ему позвонить. Можешь не стараться, здесь не ловят. А где он? Это вокзал. Скоро поезд, и ты уедешь. А Марк? А Марк останется. Он позже тебя догонит. Вы врете, да? Он не мог не пойти. С ним что-то случилось? Вы скрываете? Нет. Просто я не знаю, как тебе это объяснить. Понимаешь? Люди часто проверяются. Временем, нами. А вы кто? Мы? Не знаю. Мы были всегда. Мы. Я, наверное, кажусь тебе немножко страшным. Не бойся меня. Я смешной. Правда, правда. Что же с ним? Скажи мне. Он просто не прошел проверку. Он бросил меня? Нет. Он просто не прошел проверку. Так бывает. Ну не муть же меня, говори. Понимаешь? Нам надо было доказать, что Марк любил тебя. Любил? Ну именно это доказать. Кому? Кого это касается? Кого это касается, кроме нас? Я знаю, что Марк любит меня. Понимаешь? У нас возникли сомнения, что любовь на земле вообще существует. И что? Когда ты заболела. Очень сильно заболела. Мы предложили Марку отдать свой костный мозг тебе. Ну и он же согласился. Я знаю, не говорите ничего. Я знаю, что он согласился. Он же всегда говорил, что он будет жить без меня. Он в больнице. Мне пересадили его костный мозг. Поехали к нему. Поехали, я убью тебя. Остой. Он отказался. Да? Правда? Ну, вы знаете, значит с ним все хорошо. Значит он жив и слава богу. Мы предложили ему взять деньги у Бронкса. Но он нашел в твоем компьютере файл, который начинался словами моему любимому. И был адресован Бронксу. Это гордыня. Ты же знаешь, как с ней тяжело. Марко очень ревновал тебе. Он думал, что ребенок от Бронкса. Он ревновал и что? Он не взял денег у Бронкса и ты. И я. Умерла. Мы хотели спасти тебя, но не смогли. Мы ведь не боги. Что с ним? Он жив? Я хочу спросить у него. Умерла. Он жив. Ты даже можешь с ним увидеться, но прикоснуться не получится. Я хочу его увидеть. Покажи мне его. Это не может быть правда. Хорошо. Пошли. Сейчас она скажет. Боже, что же с тобой случилось, Марк? Господи, Марк, что же с тобой случилось? Ты? Шлюха! Дрянь! Ты спала с Бронксом? Я видел в компьютере Пайл. Он бредит. Все не может забыть свою Карину. Время прощаться. У тебя ровно три минуты. Иди. Господи, Марк, что же с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь. Ты сумеешь упрекать меня? Да какое тебе дело до того, как я выгляжу? Но я же люблю тебя, дурачок. Ты меня? Да. А они, так сказать, предлагали мне спасти твою жизнь. Ну, да, спасти. Но ты ведь просто ничего не знал. Тебе же просто не успели ничего сказать. О, нет, нет. Я знал. Я все знал. Только, слава богу, не согласился. Почему же, Марк? Я же любила тебя. У нас должен был быть ребенок. Как верно ты подметила. Любила и должен был быть. Конечно. Теперь, когда решение о твоем спасении приняли без меня, ты уже не можешь говорить люблю. Я не знаю. Послушайте, я не понимаю, почему они свою жизнь ценят выше, чем любовь? Девочка так кажется, колеблется, а, адвокат? Еще раз открою рот. Да тише, тише. Ну, хоть они нас и не слышат, но имейте уважение к людскому безумию. Не знаешь? Ну, конечно. Теперь, когда в роли спасителя явился этот старый Бронкс, это от него у тебя то можно было быть вырвано. Какой-то гад. Зачем ты так играла со мной? Я же видел у тебя в компьютере файл, начинал с вами. Моему любимому... Отцу! Моему любимому отцу. Так оно начиналось. Что ты наделал, Марк? Боги не видели подобной драмы. Ну, почему? У нее вполне мог бы быть и ребенок от отца. Теперь ты уже не проверишь. Он не переживет. Он? Он переживет. А вот что скажет она? Ты... Ты мог спасти нас. А ты... Ты стал подозревать меня, Бог знает в чем. Этого не может быть. Я бы никогда не поступила так, как ты. Я ненавижу тебя. Будь ты проклят. Карина, зачем? Он предал меня. Я бы никогда его не предала. Ну что ж, господин адвокат. Я решил дать вам еще один шанс. Я думаю, это ни к чему. Ну почему ж? Я тоже буду скучать по этому месту, в которое приходили эти странные, так никем не познанные существа-люди. А что если... Что если все было не так? Что если чуть-чуть изменить угол удара грузовика? Что тогда получится? Ну, тогда у юноши в позвоночнике в двух местах сделается хрясь, а девушка отделается легким испугом. Да будет так? Да будет так. Да будет так. Господи, господи, спаси, помоги, господи. Господи, спаси, помоги мне. Господи, дай силу всем нам. Господи, помоги. Господи, помоги, помоги, помоги нам. Помоги, 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 помоги. Мне иногда кажется, что он сжимает мою руку. Кажется? Нет, он сжимает, сжимает, совсем чуть-чуть, но все-таки. Бедный Марк. Он встанет, он обязательно поднимется, вот увидишь. Мама, не стоит утешать себя напрасными надеждами. Да что ты, что ты, я же говорю, он поднимется. Ты знаешь, я буквально сегодня видела сон. Мама, как вы играете на зеленой траве в мяч. Светит солнце, но откуда-то издалека. Как на этих странных картинах. Ну, художника, помнишь, ты мне рассказывала? Непрессионист. А вот-вот, да, на этих картинах. А так он поднимется, правда, верите? Мама, ну я же говорю, не стоит утешать себя напрасными надеждами. Вы же слышали, что говорят врачи. Я знаю, я знаю, что говорит сердце матери. А ему я доверяю больше, чем этим клоунам в белых колпаках. Есть такая наука, медицина. И здесь уже ничего не поделаешь. Я говорила с врачом. Это огромное испытание, через которое вам предстоит пройти. Доктор, доктор, есть ли надежда на то, что он встанет? О чем вы говорите? Нет надежды даже на то, что он сядет когда-нибудь в инвалидную коляску. Мне очень жаль. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, ну почему? Кое-что мы, конечно, могли бы предпринять. Доктор, вы говорите, мы небогатая семья. Мы ради того, чтобы он мог хотя бы держать ложку в руках. Я готова пойти на все. Я еще не стараюсь, я могу пойти работать. Мы можем продать наш дом. У нас есть участок земли и загородов. О, фрау, на вашем месте я не стал бы так распоряжаться легко землей. Сегодня дорожают участки на кладбище. Старые покойники уступают место молодым покойникам. Что вы такое говорите? Поймите, я врач. И хотел бы, чтобы вы встретили достойную старость, а Карина прожила счастливую и долгую жизнь, не обращенную никем и ничем. О чем вы говорите, дом? Я говорю о том, что недавно в Лихтенберге вступил в силу закон об эвтаназии. Какой? Какой закон? Вы меня простите, но я университетов не кончала. Мама, ну, вечно вы со своей безграмотностью. Все в порядке, дорогая Карина, фрау Карина. Я говорю об эвтаназии. Понимаете, у нее есть много противников, но лично я сторонник. И что это? Ему может стать лучше. Лучше? Да. Доктор, ну, если лучше, если это облегчение. Ну, вы говорите, сколько, а мы заплатим. Да, ему станет лучше. И вам обеим тоже. Что же это за штука такая? Эвтаназия. Она применяется, когда другие средства уже безнадежны. Ему сделают укол, и он. И он? И он сделает лучше для себя и для вас обеих. Поправится. Мама умрет, вы не понимаете! Вы, как же, вы же врачи. Вы же спасать должны. А вы, вы, вы. Он лежит без движения уже почти год. Надежды нет. Вы же слышали. Не слышала! Слышать не хочу. Карина, Карина, он, он же может. Что? Что он может? Услышать тебя, Карина! Неужели это, это ты? Ты это говоришь? Да. Это я говорю. Карина, если тебе плохо, ты можешь подождать меня в машине. Вы поймите, я хочу все решить цивилизованным путем. Карина и Марк женаты. У них самостоятельная семья, и поэтому последнее слово все равно остается за Кариной. И что же ты скажешь, Карина? Марк любил меня. Почему ты говоришь так, как будто его уже нет? Он не захотел бы, чтобы я мучилась всю жизнь. Я подпишу документы. Мы похороним его до пасхи. Доктор, я жду вас в машине. Ну, вот и все. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А почему, собственно говоря, до пасхи? А потому что на пасху у нее назначено обручение с доктором. Карина стала суеверна. Кто-то ей сказал, что жениться нужно в первые четыре месяца, чтобы потом не мучиться в пятом. Гаспи, встань и иди. Да, приди, Господи. Нет любви на земле. Не разобраться нам без тебя. Ну, вот и все. А давайте на прощание предадим друг друга. А давайте. Гаспер, я ненавижу тебя. А я тебя. А я вас обоих терпеть не могу. Любовь. 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 Любовь хватит на всех. Любовь бродит по свету. Она ищет тех, кто верит в нее и ждет. Любовь. А я слюбла еду. А я слюбла еду. А я слюбла еду. Любовь. Это стихия. Любовь. Это пламя, в котором сгорая все наши грехи, становятся пеклом. Любовь. Это сон. Любовь. Это путь, длинная в целую вечность, бесконечность. Вот что такое любовь. Любовь помнит о каждом. Не сомневайся однажды, она встретит тебя в пути. Главное только мимо нее не пройти. А узнать ее просто. Просто? Просто? В ее волосах ветер и солнечный свет. Океаны в ее глазах. У них лжи и предательства нет. Это любовь? Это любовь. Кажется, что можно прожить на свете без ласки. Без веры и надежды на то, что любовь и счастье есть. Но... Но Бог всегда дает с небес подсказку. И главное, их правильно прочесть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok